Исторический центр города должен быть предметом гордости, а экскурсии по нему вызывать восхищение. Здесь все с точностью наоборот. Полуразрушенные здания вызывают разве что тоску. Этот дом вряд ли дождется реконструкцию. Еще в 2020 году Ченгисачиров и известный краевед Виктор Харитонов разбирались, почему этот объект культурного наследия находится в таком плачевном состоянии. Нам повезло встретить практически коренного жителя этого дома. Бабушка проживает здесь больше 70 лет. Из-за проблем со здоровьем говорить на камеру отказалась, но зато разрешила записать только звук. Раньше здесь жил ветеран Великой Отечественной войны, а сейчас ветеран боевых действий в Афганистане. И бабушка – заложница этого дома. То, что бабушка жива – большая удача. Проблемы со здоровьем и эта крутая лестница с прогнившими ступенями не дают ей выйти из дома. Ее затворничество длится больше месяца. За продуктами ходит сын, подышать свежим воздухом она выходит только на веранду. На сегодняшний день видите, как веранда падает. Это застекленная веранда. Не сегодня, не завтра упадет, кого-то убьет. А потом они начнут опять бегать, что вот упало. Кого-то из детей может убить. Здесь же ходят и студенты, и дети из детского сада ведут, и школьники. Дом отметил уже 128-й день рождения. Ни разу здесь не делали капитальный ремонт. А двор давно стал общественным туалетом. Сейчас теперь здесь рядом продуктовый магазин. Каждый день ходят здесь, пьют, курят. И пожилые, и молодые сделали теперь историческую помойку. Гадят кругом. Туалетов рядом нет. Теперь ходят здесь, гадят к забору. Для туристов, да и для жителей города. Это предмет гордости, предмет интереса. Предмет, характеризующий архитектуру нашего города. Но, к сожалению, даже вот эта замечательная арка сохранилась в ужасном виде. За два года дело не сдвинулось с мёртвой точки. Крики о помощи по-другому и не назовёшь. Не слышат ни на местном уровне, ни на федеральном. Везде один ответ. Либо нет денег, либо не наша компетенция. Субсидиями мы не можем, потому что это не государственная собственность и не муниципальная собственность. Время беспощадное, чтобы хоть как-то сохранить товарный вид этим домам, в столице запустили проект «Старый город». Общественники восстанавливают фасады, красят наличники и очищают поверхности от грязи. От начала до конца, от карниза до низа очищаем сперва. Когда она будет готова по чистке, потом начинаем красить. Сейчас приступайте просто к почистке, чтобы она была чистенько, красивенько. Если это исторический памятник, мы не имеем права крышу перекрывать, мы не имеем права без разрешения спецорганов, ни окна вставить, ничего. То есть ни внутри мы ничего, перепланировку, ничего не имеем права делать. Архитектор Дмитрий Лин считает, что сохранившийся исторический центр Улан-Удэ – наше преимущество, и его нужно использовать для привлечения туристов. Нужно сохранять исторические здания и их беречь, потому что это наше конкурентное преимущество, что у нас есть историзм, и люди его ценят. Может быть, у нас не так сильно в городе он ценит, а вот приезжие, иностранцы, в том числе и москвичи, и питерцы, им все время интересно эту историю узнать. О том, как город развивался, какие тут здания строили сто лет назад. Ничего не нужно, потому что центр города сформировался, никуда. Вот улица Соснина и тому подобное нужно, это как в музее деревянного Улан-Удэ. Почему? Потому что, когда приезжаешь в другие места, скажем, в такой исторический город, как Кунгур, там все кирпичное. В городе Томск все деревянное, а тут бы, так сказать, соотношение было более близкое, на мой взгляд. Или, может быть, снести все под ноль и строить что-то новое? Да нет, историческое все равно надо оставлять. Для чего это нужно? Как вы считаете? Ну, не знаю, это история все равно. Может быть, хотели бы что-то поменять? В последние же годы меняется же так. Ну, меняется это в хорошую сторону? В положительную сторону меняется что-то, реставрируется что-то. Как вы считаете? Ну, это же все равно не одним же днем делается. Ну, я не знаю. А вы сами в каком... Где много бараков, там можно высотки строить? Бараки сносить, да, строить высотки. А если эти бараки какое-то там историческое, например, наследие несут? Если историческое наследие, то надо реставрировать, конечно. Как будет выглядеть новый центр Луан-Одэ, мы уже знаем. Вот только показать этот проект нам не разрешили. Мэрии боятся, что жители зазерут цены на свое жилье. И пока одни прикрываются благими намерениями, другие обещают пригнать бульдозер и разогнать переселенцев. Это улица Шмидта, 32. В 2015 году жители на свои деньги заказали экспертизу и добились, чтобы дом 1937 года признали аварийным. Но это не решило их проблем, а только добавило новых. В феврале мы получили все документы, и нам дают три месяца на выселение, на принятие решения, куда мы будем переселять. А хотя везде написано, полгода должны давать. Три месяца очень мало, что-то они сильно засуетились, и быстро-быстро, и что-то подозрительное. Вот это интересно. И когда приезжали вчера туда, нам сказали, как действовать, все. Если вы не будете ничего предпринимать, приедет бульдозер, насильно вас выселят и снесут дом. Здесь сделают точечную застройку. Да? Здесь будут, квартиры стоят не менее 5-7 миллионов. Представляете, с одной квартиры, да? И что дают нам, жителям? Здесь земля, как бы, будто бы по оценочной стоимости 7 миллионов. Да не 7 она стоит, она здесь 70 миллионов, наверное, стоит. Это дом 32, включен в адресную программу по переселению граждан. А это разве переселение? Нам дают какие-то мизерные суммы, на которые мы ничего не сможем купить. Пусть они нам тогда предоставят такие квартиры, чтобы мы захотели в них переселиться. Наверное, многие бы захотели какие-то и квартиры. Почему нам, с нами никто не хочет вот об этом обсудить? Соглашение-то к чему-то должно прийти. Либо сумму предоставят, которая, может быть, 70 тысяч будет стоить, а не 43, не 40. За один квадратный метр. Кстати, вот здесь у нас есть рядом рынок. И вот когда у них вот эти барачного типа что-то строилось, у них выкупали за 56 миллионов земля. А у нас 7 миллионов ценили. Она, наверное, 70 миллионов стоит у нас, я так думаю. Если у них выкупали два года назад, она стоила, каждый вот этот рыночек, каждый домик, 56 миллионов два года назад. Вместо того, чтобы исполнять закон многодетным матерям и пенсионерам, предложили взять ипотеку. И нас рассчитали по 43 тысячи за квадрат. 43-45. При минимуме на территории Бурятии по федеральному закону расселение ветхоаварийного жилья 61 тысяча. Эта недоплата еще идет полтора миллиона. Остановились и там, и оценочная стоимость 37-38 квадратов в миллион 600. Куда с этим миллион 600, где остальные деньги, и куда нам дальше идти, и что делать. Этот дом не единственной проблемой в историческом центре. Таких здесь десятки. Чтобы их жители остались довольны, а мэрия при деньгах нужно очень сильно постараться. И, конечно, никому бульдозерами не угрожать. Мы многого не просим, каких-то там сверх миллионов за эти квартиры. Мы просим, чтобы сделали все по закону. Исторический центр города живет обещаниями уже десятки лет. Ему сулили огромные вложения жителям жилье и инфраструктуры. Вот только на все эти хотелки нужны большие деньги. Решить проблему мог бы дальневосточный квартал. Непременно с сохранением исторических зданий, но и с привлечением сильного федерального застройщика. Этим занимается крупнейшая в России группа. Я рассчитываю, что мы запустим дальневосточный квартал в этом месте. И также, возможно, задействуем другие механизмы, такие как единая субсидия, как дальневосточная концессия, для того, чтобы синхронизировать строительство этого квартала со строительством музея, чтобы в городе появилось сердце. Вот только чтобы центр города попал в этот проект, нужно было выполнить одно условие. Одним из критериев является наличие свободных земельных участков от прав третьих лиц. То есть мы говорим о том, что должен быть свободный, чистый земельный участок. Поэтому на наше предложение, у нас было несколько предложений, и Министерством по развитию Дальнего Востока была определена площадка в 144-м микрорайоне, это сам микрорайон энергетик. Там у нас есть муниципальный, государственный земельный участок, который мы планируем на нём реализовать проект Дальневосточный квартал. А центр города, к сожалению, по критериям он там не подходит, поскольку эта территория застроенная. Но можно оставить его в том виде, какой он есть, и не пытаться монетизировать его. Можно ждать манны небесной в виде федеральных денег, а можно самому превратить свой домик в место притяжения, как это делает владелец бутик-отеля «Маруся». Зданий с богатой историей в центре Улан-Удэ очень много, но таких, как эта усадьба, единицы. Буквально два года назад этот 150-летний дом выглядел под стать своему возрасту. Но пара неравнодушных людей и желание сохранить культурную ценность полностью его преобразила. Данный дом является архитектурным наследием, его сносить нельзя, можно только отреставрировать. Поэтому к ней пришла такая идея в голову, что отреставрировать по всем, как сказать, технологиям, которые были построены тогда еще, в 18 веке. Привлекает очень много туристов, им очень интересно. Допустим, приезжают гости из Москвы или из Питера, с каменных домов, с кирпичей, скажем. Они когда к нам приезжают, очень сильно удивляются, что у нас такой свежий воздух. Плюс сама вот эта энергетика, история, то, что, по неподтвержденным данным, да, здесь проживал Исай Калашников, возможно, даже послал жестокий в этом доме. Новая жизнь усадьбы Михаила Мастерова началась в 2019 году. Тогда сестра нынешнего владельца решила не просто отреставрировать дом, но и сделать его доступным для всех желающих. Когда вот вы только увидели это здание, вообще какое оно было? Покосившийся старый дом, которому реально 150 лет. Бутик-отель. Для нас это, для нашего города, я думаю, необычно такое услышать. Ну, это одна из причин. То есть сейчас же модно, всякие такие названия интересные. Вообще, сам по себе, бутик-отель, это подразумевается отель с дизайнерским ремонтом, с необычным, то есть с уютным таким, разной тематикой. Делать из объектов культурного наследия какие-то такие общественные места, это все-таки как возможность сохранить эту историю? Конечно, да. Потому что, а как в том состоянии, в котором оно было, или, ну, жить, да, например, самому пользу. Ладно, мы тут решили открыть бизнес, скажем так. А если самому жить в таком доме, как бы, не думаю, что это актуально на данный момент. И из больших городов ребята, они удивляются, вот этому колориту, то есть то, что у нас до сих пор так. Вот за водой мы ходим флягой, да, то есть через дорогу на водокачку, центральной воды нету, печку топим. Все делалось так, как делалось 150 лет назад. Дом сам по себе дышит, очень теплый, сухо у нас тут, и посетители очень прямо на этом акцентируют. То есть спали, как младенцы, выспались на мягких матрасах. Рубить дрова и ходить за водой, как в старой и доброй, конечно, придает проживанию свой колорит. Однако для владельца это одна из основных проблем. До сих пор мы вынуждены топить котел, ходить за водой с флягой. Ну, как, 150 лет назад. Как, 150 лет назад, да. Без центрального отопления, без, ну, вообще без коммуникации. Очень проблематично, даже в центре города, ну, тем более в центре города. Центр города надо развивать, а строятся кварталы вокруг города. Я бы хотел, чтобы именно была модернизация и улучшение инфраструктуры. А классно было бы, да даже, допустим, они будут деревянные одноэтажные дома, но ты по трассе, когда едешь, въезжая в Улан-Удэ, смотришь, и, допустим, они все зеленого цвета, все крыши. Или там заборы все зеленого цвета. Вот это было бы, ну, то есть уже бы другую картину создала. То есть в родном стиле, да, вот это вот классно было бы. И в центре города, то есть, если это все выдержать, как бы двигаться в этом направлении. Перспективы есть, нужны лишь деньги. Если федеральная и местная власть и предприниматели обратят внимание на наш загнивающий центр, где норма туалет с дыркой в полу и одна водоколонка на целую улицу, то это место можно будет спасти. И тогда у жителей появится новое жилье и культурный центр с театром Байкал и национальным музеем. Придут и туристы, которые принесут деньги. Так что же делать с историческим центром Улан-Удэ? На самом деле все просто. Во-первых, если у нас тут город для людей, по-человечески обойтись с теми, кто живет в нем. Например, в доме на Шмидта 32. Не футболить, не хитрить, не угрожать, а просто переселить в достойное жилье. Во-вторых, сохранить и отреставрировать то, что возможно. Например, дом с аркой на улице Смолина. В-третьих, не повторять чужих ошибок, не копировать иркутян с их подделками под старину. Тем более, что у нас есть замечательные примеры того, как грамотно и с пользой распорядиться наследием предков.